Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях художник Дмитрий Левочкин, а по совместительству организатор, идейный вдохновитель самого масштабного проекта 2019 года. Да что тут 2019 года, Дим? Наверное, в истории Одинцовского округа. Ну что греха таить, ну правда. Да, привет. Прогремел проект, завершился арт-фестиваль, но работа продолжается. И еще много работ. Еще много работы. Совсем недавно ты вернулся, прилетел из Сочи, где проходил форум лидеры России, встречался с президентом. И, конечно же, мы горды тем, что твою идею, твой проект поддержал Владимир Владимирович. И теперь этот опыт будет взят за основу. И такие микрорайоны появятся и в том числе в других регионах страны. Дим, вот как это сидеть, в общем-то, с президентом России, ну практически за одним столом? И как это, когда твою идею поддерживают на таком высоком уровне? Ну, давай начнем с того, что ничего этого не было бы, если бы эту идею не поддержали, скажем так, у нас, на нашем уровне, да, на, скажем, областном и городском, да, муниципальном. То есть, если бы этого не было, то и не было бы, собственно говоря, и президента. Вот. И он бы не поддержал. Тут, скорее всего, наверное, сама идея, она заражает вот эту вот, нашу верой в то, что это действительно круто. Ну, сколько лет ты его нашел? Ну, слушай, ну, три года. Это не так много, на самом деле. Ну, что бы, не так много, но этого было достаточно, чтобы заразить и Андрея Робертовича Иванова, заразить и Андрея Юрьевича, да, и вообще всю команду огромную, ведь это целая команда работала. Ну, давай начнем с того, что мы с Андреем Робертовичем и с Андреем Гавриловым это все придумали. Это команда Андрея Робертовича. Ну, то есть, изначально идея была как в шутку, вот, а я ее доработал до реализации проекта. Ну, то есть, все были удивлены, и поэтому мы решили это сделать. Ну, первый год мы не смогли это сделать, потому что у нас строился парк. Ну, то есть, было сложно два проекта, как бы, сразу осилить там. Во-вторых, мы не знали, как привлекать инвестиции, вот, проект, там, из бизнеса и прочее. Ну, то есть, это эксперимент был для всех, то есть, никто не делал ранее такие проекты, вот. Во-вторых, самое интересное, это то, что, вот, даже если он сейчас проводит федеральную программу, его будут реализовывать в разных регионах, то здесь же, понимаешь, здесь не факт, что они также смогут реализовать его. Почему? Потому что здесь же должна быть свобода творчества, свобода художника, понимаешь? То есть, если мы начнем говорить, что давайте рисовать там портреты героев, еще что-то, да, то, скорее всего, не получится, потому что здесь интересно тем, что художник, он самовыражается, показывает свои стили, то есть, свои, свой собственный мир, свой взгляд, как он видит то или иное. Ну, по сути, вы нашли самых известных художников мира, но одних из самых известных, самых интересных. Интересные, известные, но не самые. И, по сути, далее им холсты, но только не в прямом смысле, да, получается, фасады огромных многоэтажек стали холстами, а дальше уже все на откуп художникам. Сто процентов. Тут понимаешь, в чем еще есть интересная вещь, то, что те же художники, которые вот сейчас нарисовали, то ты не сможешь их пригласить на второй фестиваль. То есть, они уже будут стоить гораздо дороже. То есть, ты должен постоянно экспериментировать с новыми именами, то есть, смешивать, выявлять какие-то новые таланты неизвестные, как западных художников, так и российских, и мешать их с известными художниками. То есть, привести там шесть-семь художников известных, остальными как бы талантливыми, но еще имена, которые как бы никто не знает. Потому что искусство уже растет в цене периодически. И художник, навряд ли второй раз после того, как он первый раз не знает. Прогремел. Ну, не то, что прогремел. Представляешь, он ни разу не делал таких масштабов. Для него это, скажем, эксперимент и борьба с огромной площадью. То есть, это внутренний мир. Как знаешь, я никогда не понимал альпинистов, которые забираются на Эверест. Я думаю, слушай, это надо быть насколько безбашенным, чтобы подвергать своей жизни опасности. Куда-то карабкаться? Да, на самую высокую точку планеты. Это же очень опасно. Сколько там людей погибло? Вот. А здесь ты расписываешь 67 метров там высоту. Там 52-67. У нас разные высоты были, на самом деле. То есть, мы все обозначили, как 17-этажки. На самом деле, там были 22 и 24 этажа. Ну, то есть, действительно. Получается, это во многом даже вызов самому себе. А смогу ли я? Вот. Скорее всего, это самое первое. То есть, это, наверное, то, что цепляло, да, изначально в идее? Вот то, что, наверное, и художники соглашались принять участие в твоем проекте. Конечно, конечно. Тоже было, наверное, непросто собрать вот эту всю команду. Если расценивать с точки зрения, там, тех, допустим, даже мелких гонораров, которые мы им выплачивали, то, если мы это будем заказывать где-то на стороне, то это гораздо других денег стоит. Ну, то есть, во много раз. А здесь как именно борьба, понимаешь? То есть, это фестиваль, это некоммерческая история. И происходит так, что художник, он борется с этим. А второй раз, навряд ли его заставят, чтобы полезть, вот честно. То есть, он откажется просто, потому что, ну, это действительно, это такое прям испытание. Ну, что тебе говорили вот художники после того, когда они сначала, во-первых, увидели все-таки масштаб бедствия, когда они приехали уже непосредственно на площадку? Мне кажется, здесь такой же происходит эффект, как и после того, как человек покорил Эверест. То есть, ну, как он может, он спустился успешно, все сделал, он покорил. То есть, он говорит, огромное спасибо, что ты дал возможность мне покорить эту огромную стену. Ну, у всех художников, кто создавал эти работы, это самые большие их произведения. То есть, нигде им били, да, практически? Нет, они не делали. Ну, Юли, Юли, который итальянец, да, делал большой портрет Гагарина, вот, он делал больше, то есть, у него 100 метров есть рекорд. Но там много лиц, то есть, для одного портрета, это, конечно, у него тоже рекорд, наверное, вот. Но, в целом, это, на самом деле, это сложная работа, то есть, сделать способ. Почему именно Трехгорка? Ну, таких микрорайонов очень много. Ну, во-первых, я боролся именно за Трехгорку, потому что... То есть, это был твой выбор? Ну, конечно, это 100%. То есть, были варианты, где это сделать. Есть в Химках похожий район, есть похожий район, там, с Внуково. Да их много, на самом деле. Эти спальников их просто по всей России очень много. Я же одинцовский художник, поэтому я выбрал то, что находится рядом. Ну, и плюс, не стояла задача для меня, как для автора проекта, именно просто расписать эту Трехгорку. Для меня больше, наверное, был такой азарт. Смогу ли я изменить в населении в этом, да, то есть, в тех людях, кто там проживает, в жителях 35-тысячных населения, и изменить этот вот тренд на то, что, типа, это все плохо, где они живут, на то, что они живут в достопримечательности, чтобы они этим гордились. И вот у меня именно азарт был к этому, то, что получится ли у меня это сделать, получилось. Но в любом случае, без поддержки со стороны жителей и их одобрения ничего бы не случилось. Мы работали в единой команде. Вы работали в единой команде, и вам удалось с первых, в общем-то, шагов наладить этот диалог. Тоже все было непросто, то есть, и первые диалоги, их было у этих диалогов очень много. То есть, начнем с того, что мы сделали восемь собраний, то есть, на протяжении десяти месяцев у нас было восемь собраний. Я прям вот четко помню, у меня остались все листы протокола, то есть, с этих всех собраний, то есть, как уже, как история. Они у меня хранятся, я их сейчас оцифрую, просто чтобы это было. За это время собирались подписи, создался чат, люди постоянно конфликтовали, а вот если нас там обманут, а что будет дальше? А вот сейчас они распишут, а что они нарисуют? И вот этот диалог шел, и их приходилось успокаивать. То есть, мы еще работали как психологи, то есть, и постоянно вели диалог с каждым, то есть, индивидуально с каждой проблемой вступали в диалог. И когда художники уже приехали, начали расписывать, когда на веса, на первый фасад, сколько там накинулось людей, что нарисуют какие-то суицидальные темы, тогда никто не мог подумать, что там одно, скажем так, значимое сообщество в Инстаграме, там, и не только в социальных сетях, которые опубликовали там топ-7 работ августа со всего мира, там попали две работы с трехгорки нашей, как раз-таки те, которые больше всего шумели. То есть, мы отстаивали каждую работу, каждого художника. Представляешь, вес от... в дождь, в слякоть просто рисовал этот фасад кисточками, представляешь, там, вот эти погодные слойка испортились, помнишь там... Ну, август прибавил хлопот, конечно. Да, то есть, ну... Холод, дождь, постоянная смена температуры, конечно, художникам пришлось сложно. А еще работать на высоте, а еще когда ветер, это все качается, мы тоже поднимались, безусловно, наверх, но это, правда, сложно. Одно дело, когда ты работаешь в люльке, как-то машина, а здесь это все на канатах. Вот, кстати, это же целая история, да, тоже, ведь все фасады были оборудованы специальными подъемниками. Да, причем подъемники непростые, то есть, с повышенной нагрузкой, мало того, что они еще и 10-метровые, их можно сделать и больше, то есть, можно сделать и 12-метровые, там, и 14, чтобы они были в фасаде, но, к сожалению, есть парапет у домов, и ты не можешь поставить, то есть, там, в растопырку или, наоборот, сузить консоли, потому что иначе у тебя художник застрянет, то есть, работают отсекатели, поэтому у тебя только 10 метров. Поэтому приходилось в технической группе постоянно двигать, то есть, по пожеланию художника, да, там, выезжал Андрей на машине на своей, и все это дело исправлял быстро. То есть, это сложная очень работа, и она должна работать постоянно, скажем так, на телефоне, на горячие, как бы, скажем так, кнопки. Как ты, как твоя семья пережили это время, потому что ты все-таки, все замкнулось на тебе, ну, безусловно, очень много вопросов, координации, как модератор вообще в целом этого проекта. Эту всю историю творили люди, давай так вот скажем откровенно. Координировать – это, да, это непростая задача, это большая ответственность. В то же время принимать нужное решение, то есть, исходя из своего опыта, потому что команда-то, она может быть и, как бы, хорошей, но она может просто не знать, как решать те или иные задачи, когда происходит тот или иной момент. Вот, команда очень сильная, и она, на самом деле, не подвела, то есть, она вместе со мной работала, прямо, скажем так, по всем направлениям. То есть, каждый друг друга дополнял, то есть, это очень хорошая работа. Семья, ну, как семья может, семья поддерживает постоянно. Не знаю, что дочь была, ну, практически старалась, мне кажется, быть постоянно с тобой тоже на площадке. И она нам рассказывала на открытии музея, как накормила художников, показывала, куда им пройти, объясняла, вот там столовая, заходите, тут можно попить чай. Ну, слушай, ну, это здорово. Ну, у меня дочь вообще с рождения… Она уже привыкла, да? Да, она уже с художниками, скажем так, в этой среде растет, да. То есть, проект с Натальей Рак, когда я курировал проект лаборатории уличного искусства. Вот. И другие проекты, то есть, постоянно со всеми, то есть, на коммуникации ее знают. Вот. Ну, как поздно ложимся, рано встаем. Сколько в целом было задействовано человек? Вот кто тебе помогал, твоя команда? Потому что ведь помогали ребята и наверху художникам, ведь все-таки художники самостоятельно, ну, не смогли бы, наверное, так быстро завершить такой объем. Ну, смотри, у нас было задействовано порядка 17 ассистентов, плюс еще было три волонтера из молодежного парламента. Великолепные ребята, на самом деле, которые прямо действительно работали, ну, скажем так, на максимальную выгрузку, вот, честно. То есть, огромное спасибо им. Помимо команды вот этой поддержки, да, то есть, ассистентов и волонтеров, жителей, они тоже являлись командных. Ну, то есть, они постоянно были на чеку. Расскажи несколько вот этих историй. Ну, легко. Даже щипательных. Ну, смотри, допустим, ситуация такая. Художники, это же такие, знаешь, люди, особенно иностранные художники, особенно если они еще и звезды, вот, то они спускаются, закончили работу, и они все оставляют как есть. То есть, у них, например, я себе такого не позволяю. То есть, мы так привыкли, так воспитаны, что мы за собой все убираем, да, потому что мы знаем свою страну, мы знаем, что у нас, если это все дело вот так вот оставить, то утром ты придешь, уже ничего не будет. Ну, то есть, ты увидишь, что уже расписано все вокруг, либо там дачные участки свои собственные, там, кто-то там что-то подкрасил, огород или еще что-то там, забор. Вот, все унесут. Они все бросают, тут жители на чеку, звонят, там художники оставили, в общем, тебе сразу фотографии высылают, тоже оперативно можешь реагировать. Это помощь, на самом деле. То есть, это, знаешь, как система видеонаблюдения по всему, скажем так, микрорайону. В режиме онлайн, 24 часа в сутки. 100%. 7 дней в неделю. Да, то есть, художник рисует, ты находишься в другом месте, тебе уже приходит сообщение, дети воруют краску. То есть, уже фотографии уже с этими детьми, то есть, понимаешь, это как такой глаз, вот, вселенский, который смотрит на все, да, и он быстро реагирует. Вот, и ты принимаешь действия какие-то определенные. Плюс, когда плохая погода была, то есть, все, ну, большинство художников приехали из теплых регионов. Они не взяли с собой одежды вообще никакой. Жителям выносили одежду. Мы покупали там плащи, еще что-то, там, вот эти вот дождевики. А еще же такая проблема, что ты приезжаешь кто-нибудь купить это, а этого в наличии может не быть на такое количество людей. То есть, жители очень быстро реагировали, и вот эти ситуации спасали. Мы и одевали, и приносили горячий чай, и кормили, и стирали одежду. Поляны какие накрывали, знаешь, просто не представляешь. Ты приходишь к фасаду Раско, а у него такое застолье там, прямо около фасада. Ну, прямо, как свадьба в селе. Ну, правда, но это прикольно. Ну, все-таки, ты на каком этапе понял, что вот удалось пробить и стены, ну, вот, как бы, недоверие жителей, да, и вот, как бы, других, что вот все-таки все получится. Я знал, что получится в любом случае, потому что иначе бы я не начал, то есть, я рискнул, вот. Вначале было вообще все негладко, то есть, честно скажу, были огромные риски, вот, какие-то были недоверия с моей стороны, вот, но потом они, ну, как бы, уже куда деваться-то уже начали. Все и поехал. Назвался, в общем, полезал. Конечно, то есть, надо все сделать, чтобы было лучше, чем когда-либо, вот. Вот, и мы начали делать, то есть, все прошло великолепно. Две первых недели, пока всех художников мы не встретили, и все у нас не висят на фасадах, вот, было очень тяжело. Потом уже, ну, и ты не обращал внимания на, там, ни на жителей, ни на кого, то есть, ты просто решал какие-то задачи, тебя вообще никто не видел. Ну, то есть, есть поговорка, работает тот, кого не видно, ну, то есть, на локации. Ну, вот, мы постоянно где-то ездили, постоянно заказывали краску, постоянно перерасход был ее. Ужас, на самом деле, вспоминать. Сколько там ушел? Ну, очень много. Я сейчас вот подбиваю все чеки для отчета, это, я даже, честно скажу, думал меньше, правда. То есть, масштабы поразили? Какого цвета было больше? Слушай, цвета там колеровались разные абсолютно. Вот, столкнулись с такой вещью, что у нас в России, например, нету автовышек в наличии свыше 70 метров. Их всего три в России, и находятся они на Амуре. Класс, да? Да. Вот. Ну, есть у спецполка МЧС только пожарная машина, но мы же не будем их как-то задействовать, но это, мне кажется, и нереально. Вот, сумасшедших денег стоят автовышки, аренды их, то есть, я не думал, что мы столкнемся с такой проблемой, что эти автовышки как бы нам создадут неприятности. То есть, были моменты прям, когда художник не может просто дотянуться до фасада, до верхних этажей. Их просто нет в наличии, их быстро разбирают, они находятся, скажем так, в дефиците, все эти вышки. И стоят они сумасшедших денег, правда, аренда каждой вышки. Поэтому на следующий фестиваль мы обязательно одну автовышку купим свою, потому что нельзя так, ну, получается, как ее купить по средствам, по денежным. Вот. Следующий, значит, момент – это краска. То есть, краски уходит очень много, уходит несколько типов краски. То есть, как и фасадная краска, которая является защитой самого фасада, так и аэрозольные баллоны. Потому что художник, как правило, работает в разных техниках. Невозможно приобрести краску быстро в таких количествах. Если у кого-то заканчивается краска, вот, например, в магазине Руа Мерлен и наш Одинцовский, и Косторама, мы забрали всю краску. У них не было краски. То есть, люди остались без краски. И уже под нас специально привозили краску, и мы уже договорились, что нам заранее будут креировать ее. Это тоже огромное, на самом деле, средство. Конечно, хорошо бы иметь партнера на следующий фестиваль, именно компанию краски, которая нам это дело предоставит. Потому что это тоже колоссальная затрата. Дальше, какие еще у нас трудности были? Ну, трудности с ассистентами. Найти столько художников, которые готовы, как бы, делать фасад, вот, практически нереально. Тоже затратная часть получается. Что, 17 человек у тебя каждый день работает на фасаде с разными художниками? Нон-стоп. По 12 часов, а то бывает и по 15. Но тут нужно было найти еще и таких идейных, кто захочет. Потому что мы тоже общались с этими ребятами. Конечно же, они в перочек говорят, господи, да, нам только предложили. Мы сразу же побежали, потому что это же, это такой опыт. Там, работать, помогать мастеру, да, с таким именем. Это помогло не произойти никогда, а это есть у нас. Когда девушка позвонила мне и говорит, типа, можно я буду помогать ассистентам? Я сама рисую, вот. Я говорю, а у нас раз прилетел Фальк со своей подругой. Вот, это известная дуэт Херакут из Германии, Жасмин. И я такой, конечно, у нас вот сейчас прилетает. Кто прилетает? Херакут? И я такой, да, он говорит, это мои любимые художники. Я на их творчестве, типа, росла там, срисовывала. И представляешь, мы ставим ее ассистентом. И она просто в восторге. Ну, представляешь, у нее мечта там забывается. И она у своих, собственно, кумиров там учится мастерству. Ну, это же круто, когда такие вот моменты происходят. Когда начал ехать народ фотографировать всю эту историю, то тогда уже пришло осознание того, что все сработало. То есть, все получилось. И они до сих пор едут, и едут, и едут, и едут. Ну, едут целые делегации уже и были китайцы. Были китайцы. И это только начало. Скоро приедет французская делегация. Ну, в общем-то. Ну, музей под открытым небом. Ну, мы все не слышим. Ну, а мы знаем. Класс. Вот. Очень много иностранных телеканалов было. Сейчас делали, значит, снимали, как его называют, посев, да, телевизионный. У нас 70 федеральных телеканалов, ну, то есть, присутствовало. То есть, 70 репортажей. Значит, блогеров тоже очень много. И есть около 700 публикаций вообще по всему миру. То есть, это забавно. Слушай, везде одинцово звучит. Трехгорка? Да. А самое главное, что ведь твоя идея, вот если вернуться к началу нашей программы, как раз таки переформатировать и мировоззрение людей, живущих в Трехгорке, и людей, которые не живут в Трехгорке, к этому микрорайону, и совершенно его перевернуть. Но полностью поменять. С ног на голову и полностью поменять. И ведь это удалось. Это удается. То есть, еще нам предстоит очень много работы. Потому что, например, в планах подсветить все фасады. Ты же видел, как фасад Акуды подсвечен? Вот. Тоже 8 месяцев мы вели переговоры с Павлом, там, из компании Black Race. Вот. Это его вообще технология. Он ее запатентовал там на стеклах, на линзах. Повторяется рисунок художника, чтобы не проникал свет в окна и балконы, не мешал жителям. Он специально наносит там составы красок, которые не проникающие, там, зеркальные. И потом состыковывает как пазл из гобы проекторов. Отличная, на самом деле, история. Не боятся ни погодных условий, там, ни ледяных дождей, ни ураганов, ничего. Включается вместе с системами проекторов. Источника света не видно. То есть, не мешает никому. Нет вот этих вот лучей, там, от света. Планируем в федеральную программу пустить. У нас же есть по поводу подсветок, там, городов. Называется, по-моему, если память не изменяет. Светлый город. Светлый город, да. Я думаю, что это вообще будет круто. Ты, посмотри, еще и ночью будешь. А у нас зимой, во сколько у нас темнеет? В пять часов уже все. И будут сиять, фасады загораться. Представляешь, как классно. Я считаю, что это нужно делать. Плюс инфраструктуру еще надо дальше там приводить в порядок. Я думаю, сейчас все займутся, сделают. Ты уже неоднократно сказал о том, что фестиваль продолжается, и дальше работа продолжается. Какая территория? Какую территорию рассматриваешь дальше? Слушай, меня просили не называть регионы. На данный момент сейчас восемь заявок от регионов. Могу тебе пару первых назвать. Первая заявка была у нас, это Ульяновск. Вторая заявка была район Ставропольский. Город не помню, честно скажу, сложно вспомнить. Сложно название у него. То есть уже на сегодняшний день есть восемь заявок, восемь регионов, изъявили желания. Да, даже грозные, представляешь? Прекрасно. Но пока это все прорабатываются, да? Ну, конечно, мы не можем выбрать сразу регион, потому что это же непростая, что я хочу этот регион. Потому что там он теплый, или еще какие-то к нему отношения. Нет, это нужно выбирать локацию, потому что не все подходит, это первое. Во-вторых, надо вести диалог с властью, которая там находится, да, и управляет тем или иным регионом. Потому что люди бывают разные, у руля, скажем так. И там только может быть доверие, и если они будут выполнять какие-то социальные вопросы, которые мы должны решать помимо росписи фасадов, да, там, решать проблемы жителей, это должно все работать в команде. Ну и плюс мы туда поедем со своей командой, с этой, которой делали этот проект. То есть есть идея вообще, как франшизу, это продавать регионам, почему бы нет. То есть готовую идею. Но это надо все равно все прорабатывать, потому что не может быть все то же самое. То есть каждый проект, он индивидуален. То есть в каждом должна быть своя идея, своя изюминка. Сто процентов. Ну, я думаю, что при поддержке президента, и все-таки того, что он сказал, что он поддерживает этот проект, и просил, президент просил, чтобы мы в регионах появились такими микрорайонами. Эти проекты прорабатывали совместно с людьми, которые проживают там. Но это была одна из ключевых задач, и он это подчеркнул, что здесь как раз-таки в Троегорке это реализовано, то есть при стопроцентной поддержке жителей, при стопроцентном успешном диалоге с жителями. И только при желании с жителями. От этого фестиваля-то и заключалось то, что когда жители устраивали, скажем так, вот эти вот с нами дискуссии, я сразу сказал, что никто не выбирает работы. То есть мы оценим это как целый проект. Потому что у меня была фокусовщина. Второе, это без вашего доверия фестиваля не будет. То есть вы в первую очередь должны поверить в то, что вы сами создаете этот фестиваль. Вступить в это, в нашу команду. И также работать над этим. Если вы видите, что что-то не хватает, что нужно что-то доработать, ну говорите, вас слышат. Мы для этого и пришли в ваш район, для того, чтобы вас заметили на федеральном уровне, и у вас пошли изменения. То есть менять мы будем вместе с вами. То есть не надо на нас полностью все сказать, типа вот вы нам обещали. Нет, вместе с вами меняем. Потому что вы и есть те люди, ради которых это делается. Ну, в общем-то. Ну, люди поверили, и люди не проиграли в этом случае. Конечно, когда процесс пошел... Выиграли. Конечно, они увидели, что люди приезжают из других мест, что они могут быть интересны. Что это не просто какой-то спальный район ненужный, у которых масса, а что действительно превращается в достопримечательность. Натру Горку превратился в настоящий арт-объект. Да. Представляешь, теперь ты едешь в Звенигород на экскурсию по храмам, и, допустим, есть у тебя молодежь, которая едет в этом автобусе помимо храмов, и интересно будет посмотреть на работу уличных художников. Это же круто. Это очень круто. 50 минут, и все. У микрорайона появилось свое собственное мобильное приложение. Ты знаешь, вот один микрорайон в Одинцово, у которого есть свое мобильное приложение? Знаю. Это треугорка. Вот. Представляешь? Все развивается. Да. А еще есть такая история, что мне написал известный, скажем так, портал мировой острит-арте. У них есть свое приложение мировое, то есть своя карта мирового стрит-арта, и треугорку туда собираются добавить. Уже идет работа над этим. То есть России пока там нет. То есть сейчас вот Россия появится. С треуголькой на мировой, да, на мировой карте мирового стрит-арта. Это очень здорово, Дима, ну, с успешной реализацией этого проекта, и желаю, конечно же, чтобы все остальные были не менее интересными. Будем стараться. И масштабными. Ну, главное. Потому что это лето, ну, вы сделали. Ну, мы же это Одинцово, мы же первые, правильно? Абсолютно. Спасибо тебе за интересную беседу. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok